Здравствуйте, возлюбленные братья и сестры! Часто мы встречаем людей, которые считают себя христианами, но церковной жизнью не живут. В то же время, возможно, они сами по своей воле посещают церковь, но тем не менее церковной жизнью они не живут. Уже и не говорим о тех, кто вообще не посещает церковь, а если и приходят, то только тогда, когда оказываются в какой-либо нужде. Что же значит жить церковной жизнью и какие конкретные шаги для этого нужно сделать? С чего начать? Давайте посмотрим. Когда апостол Петр исповедовал истинную веру, Господь наш и Спаситель Иисус Христос сказал «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камня я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Евангелие от Матфея, глава 16, 18 стих. Просим обратить внимание на три основные вещи из этого стиха. Первое, что церковь является Христовой. И, как пишет апостол, Христос есть тело, и Христос есть глава церкви. Второе, церковь строится на истинной вере, а не на показной и на незнании. Третье, врата ада не смогут победить церковь. Церковь – это единственное место, о котором все перечисленное говорится. Задайте себе вопрос. Вы хотите собираться и быть в одном таком месте, где врата ада не смогут победить его? Или хотите быть вне церкви, за ее пределами, так как у вас нет ни охоты, ни желания сердечного, чтобы участвовать в церковной жизни? Однако, Слово Божье учит хорошо, чтобы ваша вера возросла. Если вы не узнаете Бога, то и не сможете любить Его, что является самой главной заповедью. Начните читать четыре Евангелия и стремитесь жить по заповедям Господа Иисуса Христа. Идите в церковь и начните участвовать сердцем и душой в таинстве святой литургии. Приобретите в отделе, где продают свечи, небольшую брошюру о святой литургии с пояснениями и выучите ее. Да, нужно выделить время и выучить нашу литургию. Вы довольно быстро это сделаете. Но этого всего недостаточно. В течение недели отправляйтесь в церковь, чтобы встретиться с священником в вашей церкви. Познакомьтесь с ним, пообщайтесь. Узнайте, как и каким образом вы можете участвовать в жизни церкви. Вы удивитесь, узнав, сколько есть способов и причин для участия в ней. В итоге вы добьетесь знакомства с прихожанами церкви. И это вас еще больше приблизит к церковной жизни. Приходить на литургию, участвовать в этом таинстве и после тотчас уходить домой. Никого не зная, ни с кем не общаясь и не знакомаясь. И на следующей неделе в воскресенье снова после службы сразу же уйти. Этого недостаточно для участия в церковной жизни. Поступая только таким образом, вы будете очень грустны и опечалены, потому что вы не наслаждаетесь единством других христиан и членов церкви. А это всегда приносит радость человеку. Одно бревно само по себе не зажжется. Оно должно соединиться со множеством бревен, чтобы воспламениться. Начните с очень простого шага. Познакомьтесь, пообщайтесь со священником вашей церкви. Познакомьте его со своей семьей. Пригласите к вам домой, чтобы и он вас узнал и рассказал о следовании за Христом. Давайте теперь посмотрим, что учат Евангелие о посещении церкви и про собрание в церкви. Вот 12 цитат из Священного Писания. И то не весь список. Итак, послание к Евлеям, 10 глава, 25 стих. Говорится, не будем оставлять собрание святого, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение для оного. Евангелие от Луки, 22 глава, 19 стих. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Послание к Евреям, 10 глава, 25 стих. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение для оного». Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих. «Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них». Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. «Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах». Деяние святых апостолов, 9 глава, с 31 по 32 стихи. «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». Первое послание святого апостола Павла к Коринфянам, 12 глава, 27 стих. «И вы, тело Христово, опоры, члены». Евангелие от Иоанна, 2 глава, 19 по 22 стихи. «Иисус сказал им в ответ, «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи, «Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, «И поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус». Послание к Римлянам, 12 глава, 4 по 5 стихи. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члена». Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 18 стих. «Ибо слово о Кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых – сила Божия». Послание к Ефесянам, 2 глава, 19 по 22 стихи. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Послание к Ефесянам, 1 глава, 22 стих. «И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви». Деяния святых апостолов, 2 глава, 46 по 47 стихи. «И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви». Дорогие друзья, да будем любить Церковь Христову, без которой нет и христианской жизни. Без Церкви есть лишь грустная и одинокая жизнь. Мы должны любить, собираться в наших церквях, учиться следовать Божьему Слову, учиться любить Бога и друг друга. И, как написано, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви. Храни вас Господь!